Святитель Игнатий Бринчанинов. Аскетические опыты. Часть вторая. Слово о смерти. Прибавление к слову о смерти. Взгляд на мнение западных о духах, аде и рае. Слово о смерти было написано единственно с аскетическую целью, требованием от него. Большей отчетливости в богословском отношении вызвало те дополнения, которые вошли в него при настоящем издании. Сделаны были против некоторых предметов учения в православной церкви, помещенных в слове «возражения». Возражения эти возникли из учения, прочитанного в западных писателях. По этой причине признается не лишним изобразить здесь кратце мнение западных о духах, рае и аде. Обличить неосновательность и неверность этого мнения. Сведения о вышеупомянутых предметах заимствуем у западного писателя Бержье. Статья первая. О духах. Выписка «Первый дух» – существо невещественное, отличное тело. Такое определение дает западный писатель «Всякому вообще духу». Из этого определения не исключается и Бог, поставляемый таким образом в один разряд со всеми духами. Не высказано это с ясностью, но ясно усматривается, как дальше будет видно особенные статьи, в которые западным писателям рассматриваются вообще духи. Выписка вторая. «Ангел» – существо духовное, разумное, первостепенное, по достоинству между тварями. Выписка третья. «Душа – существо духовное, мыслящее начало жизни в человеке». Выписка четвертая. «Отцы церкви – различного мнения о естестве ангелов». Один – Туртелиан, Ориген, Святой Климет Александрийский. И другие думали, что ангелы всегда обличены тонким телом. Другие же, как Святой Василий, Святой Афанасий, Святой Кирилл, Святой Григорий Низкий, Святой Иоанн Златоуст, и другие признавали их существами чисто духовными. Таково мнение всей церкви. Но Священное Писание свидетельствует, что ангелы часто являлись обличенными в тело. И так мы не видим, почему бы мнение Туртелиана было опасным. Дальше докажется, что ссылка западного писателя на восточных отцов неверна. Выписка пятая. Многие философы нашего века до того простерли пристрастное суждение, что решились утверждать, будто писатели Священного Писания и отцы церкви не присвоивали слуху, слову, дух того смысла, который даем ему мы, что под этим словом они разумели только вещество весьма тонкое, существо огненного свойства или воздушное, незаступное для наших чувств, отнюдь не существо решительно невещественное. Выписка шестая. Мы сознаёмся, что во всех известных языках нет слова, собственно, и исключительно употребляемого для обозначения существа невещественного. Как воображение оказалось недостаточным для изобретения такого выражения, то должно было прибегнуть к метафоре и заменить его. Большая часть наименований данных ему означает дух, дыхание, служащее знаком жизни. Выписка седьмая. Но все человеки, не имея никакого понятия о философии, по естественному суждению различали существо живое, действующее, начало движения, а существа мёртвого страдательного, неспособного к движению. Первое они называли духом, второе – телом или веществом. Это различие современно, по древности своей миру, распространено повсюду, где находится человек. Все были столько уверены в безжизненности вещества, что предполагали присутствие духа повсюду, где усматривали движение. На этом основании столько неверным западный писатель зиждет своё мнение. Выписка восьмая. Сущность вопроса приводится к следующему, когда писатели священного писания, отцы церкви и древние философы говорят о Боге, о ангелах, о духах, то понимают ли их существами мёртвыми, страдательными, недвижущимися или существами, которые чувствуют, мыслят и действуют. очевидно, Бог, творец духов, поставлен здесь в один разряд существ, сотворёнными им духами. Выписка девятая. Писатели священного писания и святые отцы, признававшие сотворение, понимали, что Бог действовал единую волю Своей речи Бог да будет свет и бысть свет. Существо вещественное может ли быть творцом? Западный писатель признаёт и сотворённых духов решительно невещественными, то по сделанному им возражению должно признать духом способными к творению из ничего, так как эта способность приписывается решительно невещественности. Здесь опять Бог поставлен в один разряд сотворёнными духами и видно усилие при помощи такого смешения обстаивая совершенную невещественность и духовность Бога обстоять мнение Западной Церкви о совершенной невещественности сотворённых духов. Выписка десятая. Мало нужды для нас знать думали ли древние или нет что всякий дух всегда облечён тонким телом. Для нас довольны того, что эти два существа никогда не были смешиваемы. Отцы не признавали духов облечёнными в тело, но самое существо их признавали тонким телом. Выписка одиннадцатая. Однако мы сознаёмся, что словом «дух» в священном писании не обозначается всегда существо невещественное. Как отличительное свойство духа есть действие, то древние называли духом всякую причину действующую, каковы ветер вихрь. Выписка двенадцатая. Неверующие говорят, что до Декарта философы и богословы приписывали духам пространство. Это показывает, с которой времени западная церковь приняла своё нынешнее мнение о духах. Писатель её не оспаривает этого. Он присвокупляет когда это было и справедливо, то из этого ещё ничего не следует. Потому что несмотря на Декарта и теперь ещё имеются философы, которые допускают существенное различие между телами и духами, утверждают, что последние не находятся в совершенной независимости от пространства. Имеются надо заметить философы, но не богословы. Богословы западные единодушно признали независимость от пространства сотворённых духов наравне с Богом. Выписка тринадцатая. Богослов должен знать, на каком основании обвиняются писатели в священном писании и отцы церкви в незнании естества духовных существ и веровании, что Бог, ангелы и души человеческие – суть существа телесные. Не вернее ли этому богослову, сознав своё знание незнанием, обратиться к изучению Священного Писания и отцов церкви, чтобы подчеркнуть из них истинное знание. Заметим, Бог опять поставляется в один разряд духовных существ сотворёнными духами и человеческой душою. Дорогие друзья, извините, в следующий раз продолжим чтение святителя Игнатия Бринчанинова статью первую о духах. Мы остановились на 13 выпуске. Завтра продолжим чтение. Игнатия